Всем огромный привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Эля. Хочу начать новый влог. Сейчас мы находимся у нас в спальне, где мы спим с Кристиночкой, с мужем. И вот сегодня у меня такой, значит, день. У меня такие планы. Мне нужно сегодня поменять постельное белье, пропылесосить, обязательно здесь протереть полы и пыль. Если, например, я не буду по всей квартире мыть полы, то здесь обязательно нужно помыть полы. Сейчас наша спальня выглядит вот таким образом, как вы видите, кто меня смотрит. Если вы помните, то вот на том месте стоял у нас пеленальный столик. Сейчас его там нет. Мы пеленальный столик перенесли вот сюда. Теперь пеленальный столик с этой стороны. Очень такой простенький, старенький, но нужная вещь, серьезно говорю, вот когда маленький ребенок, да, и особенно когда мамочка немолодая. Кстати, вы мне говорили, что я немолодая мама, что я уже пожилая мама, так как мне 37 лет. Наверное, назову этот влог будни пожилой мамы. Нет, будни немолодой мамы. Но это я смеюсь, конечно. Вот. Пеленальный столик очень спасает. Как вы знаете, если вы смотрели, по-моему, в предыдущем влоге, я показывала комодик, да, который мы приобрели в Икее. Мы этот комод заказывали. Вон там он стоит, уже собранный. Правда, я там еще вещи не стала складывать. Нужно туда вложить ящички, которые муж купил отдельно. Здесь, в принципе, мне все удобно. Посмотрите, даже, как я приспособила вот эти вот гирлянды, которые купила в фикс-прайсе. Кстати говоря, мужу сказала, говорю, заедите, говорю, обязательно еще такие же гирлянды купим, потому что они очень крутые, очень классные. Вот так вот я их включаю. Это вместо ночника. Представляете? Вот пускай вот горят так. Здесь стоят кремики. Кстати говоря, вот этим кремом мы больше всего любим пользоваться. Сначала пользовались бипонтеном, помните? Но он очень дорогой. И мы взяли вот такой обычный детский крем. Он что-то 26 рублей, что ли, стоит. Классный крем. Прям супер. Вот видите, уже сколько использовали. А теми кремиками тоже пользуемся, но не так часто. Вот. Что я еще хочу сказать? Хочу быстрее закончить вот такие влажные салфетки от Фаберлик, потому что они мне не понравились. Потому что первые салфетки, когда я вынимала, они были влажные, нормальные. А вот последующие, да, я вот открываю, их вытаскиваю. Они прямо аж, когда протираешь ребенка, они аж пенятся. Представляете? Очень сильно влажные. Может быть, это и хорошо, но как бы неприятно, когда вот эта пена остается на ребенке. Ну, как бы не очень. Все-таки любимыми салфетками остаются вот эти от Мэри. Вот эти быстро закончу и больше не буду брать. Решила, что не буду брать такие салфетки от Фаберлик. Вот так вот гирлянда смотрится. Очень уютненько, мне кажется, да. И я хотела такую же гирлянду положить вот на комодик. И мне кажется, было бы очень классно, особенно вот под Новый год, да, чтобы вот такая гирлянда просто вот лежала так, как будто бы ее бросили невзначай. Но так как гирлянд не оказалось в секс-прайсе, их разобрали, как горячие пирожки. Извиняюсь за выражение. Я не люблю это выражение, если честно. Не знаю, почему. Я посадила туда игрушечки. Сейчас покажу. Так, мне сегодня нужно постельное белье поменять обязательно. Уже неделя прошла, я меняю постельное белье каждую неделю. Вот эти наволочки, да, видите, они вот 70 на 70. Я в Васильке, кстати говоря, я получила заказ от Василька на 10 килограмм. Посылка была такая очень объемная. Я вам покажу, наверное, сегодня тоже заказик. Увидите, почему объемная была. Так вот, я в Васильке заказала наволочки, как я думала, под это постельное белье 50 на 70. Но оказалось, они немножко другие. Я вам покажу. Увидите. Вот так. Здесь внизу у нас стоит мусорное ведро под подгузнички. Вот так вот я открываю ножкой так чик, открываю и выбрасываю. А там стоят подгузники новенькие. И еще некоторые девочки меня спрашивали, как ведет себя наша дочка в своей кроватке. Потому что многие увидели эту кроватку, захотели купить и у меня спрашивали, как Кристиночка восприняла кроватку, спит ли она в ней, ну, как она вообще, да, в обиходе. Кристиночке нравится эта кровать, но она в этой кровати спит недолго. Ну, то есть, как бы полночи, да, я ее укладываю в этой кровати. Я ее даже иногда вот так подкачиваю. Эта кроватка не предназначена для подкачивания, но я ее подкачиваю, потому что вот так вот она качается. Скрипит, правда, но качается. Кристинке нравится лежать в этой кровати. Она засыпает здесь и спит где-то полночи, потом я ее забираю к себе. Вот видите, даже здесь вот специальную пеленочку постелила. Вот эта подушка служит, это моя подушка, я ее подкладываю под ногу. Я, когда беременная была, привыкла, да, к этой подушке для беременных. И сейчас использую вот такую вот небольшую подушку, подкладываю под ножку себе. И, конечно же, я не могу обойтись без своей маленькой подушки. Вот на этой подушке я практически не сплю. Она, знаете, так для фона у меня. Вот я потом где-то в 4-5 забираю Кристиночку к себе, и она спит у меня под бочком. Я ничего страшного не вижу в том, что вот ребенок маленький, да, спит возле мамочки. Кстати говоря, Кристина очень спит спокойно возле меня. Она не дергается, не просыпается. Она вот такая спокойная и спит до утра вот так вот возле меня. Я в этом ничего не вижу. Плохого тем более для детишек, которые на грудном скармливании. У меня сын тоже спал со мной лет до 2, потому что я до 2 лет его грудью кормила и ничего. Потом в 3 года он уже спал в своей кроватке и ничего страшного не случилось. А то некоторые пишут вот вырастет маленьким сыночком там туда-сюда. Да бред собачий. Так, самое интересное, да, вот наш комодик икеевский. Мы его заказывали специально, чтобы складывать в него вещи. Правда, еще вещи в него не сложили. Вот так вот выглядят большие-большие ящички. Они как бы можно сказать с доводчиками, наверное, да. Здесь у меня телевизор стоит. Кстати, он работает. Все подключено. Здесь шнуров ничего не видно, потому что мой муж молодец. Потрудился, постарался, чтобы ничего не торчало. Недавно я смотрела видео, как-то наткнулась на девушку. Она показывала и у нее на фоне, значит, телевизор висит и провода, провода, провода вот так вот вокруг телевизора. Я так смотрела, так смеялась, думаю, боже мой. Ну, ладно, это кто как хочет, там, как говорится. Вот на комодик посадила игрушечки. Вот эту игрушку подарила сестренка на месяц Кристиночке. Кстати говоря, здесь была черная лента с розовым бантиком. Мы эту черную ленту сняли и вот вот эту розовенькую ленту ей нацепили. А вот эту игрушечку она принесла буквально вот несколько дней назад, когда Кристиночке исполнилось три месяца. Это уже друг вот этого зайки. Смотрите, как классно, да, выглядит. Эти коробочки я поставила просто для красоты. Здесь у меня бижутерия, может быть, даже и украшения золотые, серебряные, часы мои. Вот в этой коробочке очень красивая коробка. Посмотрите, эту коробочку мне дарила моя младшенькая сестренка. Вот этих вот зайчиков подарила средняя сестренка, а эта вот младшенькая мне подарила. Здесь тоже моя бижутерия. Кстати говоря, вы очень просили меня показать бижутерию свою, как она в использовании. Честно скажу, у меня бижутерии совсем мало осталось. Ну, вот она тут, да. И как-нибудь покажу вам, потому что некоторые украшения прям классные, да, вот даже с Алиэкспресс, они прям вот слушат очень долго, а некоторые украшения, конечно, почернели такие, стали некрасивые. вот, и еще к этому комоду муж специально заказал вот такие коробочки, вот видите, какой матрас лежит, сейчас я вам покажу его, это из Василька заказали, представляете? Так, вот такие коробочки муж заказал специально, их нужно сейчас, наверное, сегодня нужно будет разобрать и вложить вот сюда, сюда, ну, посмотрим, да, комод очень крутой, прям, он вместительный, смотрите, какие огромные ящики, супер просто, посмотрите, класс, вот такая небольшая перестановочка у нас в спальне, так, коробочку показала, сейчас я вам покажу свой заказ из Василька, она заказала для своей кровати размер 130 на 200, наполнитель бамбук написано, но матрас очень классный, девочки, сейчас я найду накладную и вам все покажу, сколько же это все добро стоит, смотрите, мои дорогие, я нашла накладную и этот матрас с бортом 8 сантиметров, бамбук называется, чехол на этом матрасе ультра степ на молнии, 130 на 200, цена 1688 рублей, это просто смешная цена, это смешная цена для такого матраса, мои дорогие, так, и еще я себе лично заказала подушку шелк оригинал 50 на 70, я заказала ее за 652 рубля, потому что в прошлый раз я заказывала такую же подушку, только 70 на 70, и она мне очень понравилась, девочки, супер, вот посмотрите, сейчас, кстати говоря, я эту подушку положу себе, буду на ней спать, вот в таком чехле приходит с ручками, сейчас я раскрою и сразу отнесу в спальню ее, смотрите, как выглядит подушка, просто, конечно, она супер, она такая прям упругая, классная, здесь написано, что ткань чехла хлопок 60%, вискоза 40%, наполнитель шелковое волокно 50%, и полиэфирное волокно 50%, вот, классная подушка, кстати, давайте сразу отнесу ее сюда, чтобы не забыть, вот так вот, следующее, что я получила из василька, что же тут написано, так, коврик махровой ножки Туркменистан 700 грамм темно-зеленый 153 рубля, вы знаете, в васильке этот коврик выглядел такой невзрачный, невзрачный, цвет, знаете, какой был, как будто бы вот такой вот оттенок был, но пришел вот такого очень красивого изумрудного цвета коврик, этот коврик я заказала специально для моей мамы, у нее ванная комната оформлена в таких зеленых оттенках, таких изумрудных оттенках, я для своей мамы заказала тоже такой же коврик, уже такой коврик подарила и своей свекрови, и своей сестренке, и у нас такой же коврик есть, в таком вот цвете какао, и вот для своей мамочки тоже заказала, вот, я про эти наволочки девочки говорила, посмотрите, я заказала наволочки, но, по-моему, не угадала с расцветкой, но вот оттенок похож, да, так, смотрите, наволочка поплин, это наволочки из поплина, 50 на 70, одна наволочка стоила 125 рублей всего лишь, вот такие наволочки заказала, но оттенок совсем, конечно, другой, мои дорогие, сейчас, сейчас посмотрим, но когда я заглянула в Василек, там вот такие наволочки были, вот в последний раз, а эти наволочки, ну, подходят, конечно, да, немного, но уже все равно не такие, ну, ладно, я думаю, что ничего страшного, наволочки очень недорогие, приходят вот так вот упакованные, так что, ладно, нормально, так, и еще я заказала для себя лично костюм, который называется Найс, вот, костюм Найс, трикотаж, я заказала себе в 48 размере, стоил этот костюмчик 392 рубля, это, конечно, моя мечта, потому что этот костюм можно дома носить и без проблем кормить ребеночка, я уже примерила костюмчик, он мне как раз девочке, вот такие шортики, очень такие женственные, классные, здесь вот два кармана настоящих, здесь веревочка затягивается, шнурочек, обычные такие шортики, очень приятный материал, классный материал, и вот такая маечка широкая, чтобы можно было достать все, все, что нужно покормить ребеночка, и все, чтобы было чики-пуки, да, классный вообще костюмчик, конечно, я такой же еще закажу, потому что я померила, все супер, очень хорошо сидит костюмчик, он такой мягкий-мягкий, такой вот, это, конечно же, стопроцентный хлопок, классный вообще костюм, супер, и девочки, самое главное, я воплотила свою мечту, я заказала одеяло из этой же коллекции шелковой, одеяло шелковое волокно, оригинал, и стоило оно, посмотрите, 3625 рублей, но это была моя мечта, заказать огромное одеяло из такого же вот материала, как и подушечки, да, я заказала большое одеяло для себя, 200 на 220 стоило 3625 рублей, оно у меня лежит вот здесь, девочки, пришло это одеяло вот в такой упаковочке, это, кстати говоря, по-моему, это самый большой размер, да, это самый большой размер, есть на 140 205, 172 205, а это я выбрала 200 на 220, большое классное одеяло, теплое, самое главное, потому что, знаете, я вот в этой спальне, давайте отнесу, ой, я в этой спальне, где мы спим, у нас вот здесь вот большая огромная батарея, и она регулируется, то есть, можно сделать потише, можно сделать погорячее, и я делаю где-то здесь градусов 22, 23, не больше, потому что я считаю, что гораздо лучше спиться, когда в комнате не жарко, мои дорогие, когда очень жарко в спальне, я, честно говоря, очень плохо сплю, поэтому я не делаю такую жаркую комнату на ночь, вот, посмотрите на это одеяло, какое оно крутое, какое оно мягкое, и мне кажется, оно такое теплое будет, вот, чехол у этого одеяло 100% хлопок, наполнитель термофиксированное, шелковое волокно, сорт изделия первый, представляете, классно, сейчас я это одеяло тоже, кстати, застелю, надену на это одеяло под одеяльник, и мы будем всей семьей укрываться под этим большим-большим одеялом, потому что у нас вот здесь одеяло, оно очень старенькое, из верблюжьей шерсти, что ли, я такое одеяло покупала, ну, года 4 назад точно, посмотрите, какое оно тоненькое стало, ну, со временем, да, я это одеяло и стирала, и что только с ним не делала, и поэтому оно подходит вот на осень, на весну, и летом даже, кстати, под этим одеялом мы спим, и ничего, нам не жарко, а вот это одеяло мы будем использовать зимой, потому что оно крутое, девочки, исполнилась моя мечта, классно, так, ну, все, по-моему, я вам показала, да, вот, матрас показала, вообще, такой упругий, классный матрас, можете заказывать, пришел этот заказ в огромном, в огромном мешке, когда муж увидел этот мешок, он, конечно, офигел, просто офигел, так, ну, все, по-моему, да, я вам все показала, да, все, по-моему, я вам все показала, ну, все, это был мой очень классный заказик, сейчас буду менять постельное белье, и буду протирать полы, буду протирать пыль, вот, потом, наверное, займусь вот этим вот комодиком, буду складывать вещи, сначала нужно сложить в него вот эти вот ящики, здесь, наверное, три ящика, муж заказал, да, тип товара, набор коробок, шесть штук, это специальные ящички, икеевские, и они стоили, кстати говоря, не бюджетно, я вообще не хотела такие ящики, но муж, видите, заказал, вот, решила все-таки вас подключить к этому процессу, принесла штатив, еще забыла сказать, что у нас вот это окно, оно практически всегда занавешено, то есть здесь жалюзи, и вот в этой спальне всегда такой полумрак, поэтому, извините, конечно, за качество освещения. Решила вам все-таки показать, как я это все буду делать, да, это же все-таки влог будни немолодой мамы, и хочу вам показать, как выглядит вот этот костюмчик из василька, который я заказала, мне кажется, очень классно сидит, да, супер, вот эти подушки тоже из василька, это подушечки бамбук, они недорогие, они не такие дорогие, как вот эти шелковые, да, тоже классные подушки, нам они очень нравятся, вот видите, у нас две подушки, вот эта подушка уже давно, муж на ней спит, а вот эту подушку я недавно достала, поэтому, видите, они как-то немножко отличаются даже, вот эту маленькую подушку я покупала в Икеа, она тоже такая упругенькая, уже давным-давно, наверное, года два-три назад я купила, классная подушка, она мне нравится, я без нее вообще никуда не хожу спать, так, вот этот постельный комплект тоже из василька, это комплект из поплина, он до сих пор там продается, вообще, конечно, поплин очень классный в васильке, прям супер, он такой мягкий-мягкий, но стирать надо этот поплин, чтобы было не больше 30 градусов, девочки, если вы будете стирать даже на 40 градусах, то уже вот цвет немного может поменяться у постельного белья, поэтому стирайте при 30 градусах, ничего страшного не произойдет, так, это все в стирку, я говорила, да, что я постельное белье меняю каждую неделю, вот посмотрите такое одеяло, оно уже такое старенькое, его, кстати, стирать надо, тоже в стирку отправлю, а новое одеяло постелю сегодня, у нас здесь лежит на матраснике, он уже тоже такой грязненький, потому что вот с этой стороны мы с Крестюшкой спим, да, и бывают всякие казусы, то срыгнет ребенок, то еще что-нибудь, вот, поэтому на матрасник очень нужная вещь, этот на матрасник я покупала тоже в Васильке и наметила для себя, что нужно заказывать все-таки на матрасник, чтобы он полностью охвачивал матрас, потому что вот этот на матрасник он как-то вот то вот так вот задерется, то еще что-нибудь, поэтому в следующий раз закажу на матрасник себе, а этот на матрасник сниму и постираю его очень легко стирать топпер сюда не хочу потому что матрас он такой хороший у нас да ничего там не торчит а вот на матрасник самое то сегодня выбрала вот такую простынь трикотажную это просто тоже кстати из василька нам очень нравится у меня есть несколько таких простынок очень нравится так сейчас я выберу постельное белье наверное сегодня вот это постелю а там у меня дочка гулит для маленькой подушки я достала вот такую наволочку это наволочка из фикс прайс сегодня буду застилать вот это постельное белье она не по моему не из василька я не помню вот новенькая подушка я буду на ней спать хотя я не люблю на таких больших подушках спать но она очень знаете прям прогибается классная мне понравилось еще хочу заказать еще одну только большую 70 на 70 еще в васильке есть такая фишка мои дорогие там можно заказывать под заказ постельное белье если например вы выбрали размер евро 1 да вот как я выбираю евро 1 если вы хотите чтобы было просто на резинке то вы пишите в комментариях пожалуйста шейте мне такое же постельное белье только чтобы просто не было на резинке и они вам все сошьют представляете это очень удобно и моя зайка зовет мамочку до дочка так жалобно меня зовет я наверно пойду к ней буду доделывать свои домашние дела спасибо огромное что вы посмотрели мои видео пишите обязательно комментарии я вас всех очень люблю и всех целую до скорой встречи